Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Антонов и многие меня знают как автор-исполнителя, но бывают моменты, когда люди ко мне обращаются за помощью в плане ремонта гитар. У нас сегодня будет экспериментальное видео, такого я еще не занимался. Буду показывать, как я ремонтирую, доложу их до ума и я думаю, что для вас это будет тоже полезно. Итак, в чем сегодня будет заключаться задача? Мне дали гитару. Гитара такая вот получается. Это акустическая гитара и марка получается Адамас. Ценовой диапазон этой гитары приблизительно, если брать новую, до 6-7, может быть в 8 тысяч рублей. Данная гитара сделана из фанель, бюджетного варианта, но играть на ней можно. Учиться, тренироваться. Итак, в чем заключается задача? Как оказалось, сложно не играть, по словам клиента. Нужно обратить в сторону. Ну и конечно, чем выше струны от грифа, тем сложнее их зажимать и тем больше она доставляет дискомфорт. Как это можно сделать? Первый вариант. Нужно проверить прямоту самого грифа. Вот гриф у нас идет. Я вам позже покажу. На самом деле он здесь выгнутый тугой. То есть вот так получается он идет. Вот в этом месте он загибается. Ну и разумеется, если он на верхушке поднимается, то, соответственно, струны тоже и выше. То есть наша задача, это будет расслабить струны и выигрывать криф. После этого проверить высоту струны. Высота струны на 12-м году должна приблизительно составлять, ну, миллиметра 3-2. Это будет комфортная высота, чтобы играть аккорды в обе позиции. В том случае, если эта прямота грифа нам не позволит добиться возможного результата, то тут уже нам будет помогать передний порожек и задний порожек. Будем примирать цветы и, возможно, дорабатывать, допиливать. Ну что ж, начинаем. Для начала нужно нам расслабить струны. Ни в коем случае нельзя выглядать риф, если натянуты струны. Они просто могут прагнаться. Ослабляем так, чтобы они болтали с пилом, чтобы не слезались из колхов, потому что измеряется из-за того, что затонут из окомнений. Они могут полно. Слушайте звук гитары, чтобы не вытягиваться, а именно расслаблять. Да, и смотрели, чтобы устали, чтобы каждая струна шла именно к своему толку. Потому что бывает такое, что, допустим, ты ее струна порвалась и ее намотали за первый колокол. Потом, когда крутишь, думаешь, что струна не ослабляется, а потом другая улыбается. Гитары бывают основы двух типов. Это классическая и акустическая гитара. В чем принципиальная разница? Ну, это звучание, я считаю. Я считаю, что это классическая гитара, где-то стоят металлические струны, где они как-то более звонкие, а так же, как у классики, вовремя, там не волк стоит. Более бар. Что лучше? Это дело вкуса. Итак, сумму расслабили. Вы осмотрели, как определить прямоту грифа или звезду его. Нужно поставить и так вот в такое положение и отсоединить эту точку. От розетки получается до этой точки. Визуально поймать эту линию. И в первую спорту получают, что где-то на середине грифа начинается подъем. Как это исправить? Есть шестигранник, который поможет подкрутить анкер. Что такое анкер? Анкер – это металлический стержень, который находится внутри грифа. Он является своим скелетом, опорой для того, чтобы гриф можно передавать, чтобы он не плотиво, не плотиво, не плотиво. Поэтому мы сейчас будем его грудить анкер и посмотреть на грифы. Здесь находится болт. Есть два варианта. Либо находится в начале грифа. Вот в этом месте. Либо находится в розетке. В данном случае это будет здесь. Я вам более подробно покажу. Для видео запишу. Вы сможете это увидеть. И так. Лукеры бывают, кстати, тоже разного значения. Как правильно сформулировал. Лукеры бывают. Гайка-ланкер. Бывают разного диаметра. Поэтому нужно смотреть и подбирать шестигранник. Итак. Я расставил ключ. И начинаю его. Четполь в часовой стрелке. Если кручу. Поль в часовой стрелке. Мне проще его грудить. Значит получается, паркер ослабляется. Так, вот уже. Уже стало немного лучше. Не так. Сделали бутыря погоды. Получилось трёх. Лукер расставился. И дно опустился. То есть положение в лодочку. Он проводился прямую единицу. И так. Лук дальше. И так. Сверху проверяем. Высоту струн уже при опущенной. Лук. Опять металяем первую сторону. И шестую сторону. Уменьшилась. Но не выходило. Попустим. Попустить ещё одну. Каким образом это делается. Нужно сюда не проушек. Немножко подточить. Чтобы по соску плотилось. В том случае, если можно дотать порожью, все-таки придется снять струны, потому что нужно поднимать струны, в этом аккуратно откручиваем. Смотрите продолжение в следующей серии. Также хотел сказать о том, что очень важно, чтобы калки были качественные, не в плане стоимости, даже недорогие, чтобы они держали струны. Если калок хрюккий, то он быстрее расхручивается, и так возле не откроется. Если калок слишком тугой, то вам будет сложно оставить струны. Поэтому он должен быть мягкий. струны. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 На ней играет более поле. На ней будет играть более приятным. И отношению будет совершенно другой. Если гитара-хам за 30 за 50 за 100 тысяч рублей, то будете ее с местными полигами сдавать. А если гитара за 500 рублей, то будет руголяться. Вот, вверх поддержка. Рожек плотно сидит, поэтому приходится, например, наблюдать, затея, чтобы от проблем утащить. Нужно спешить, а постараться, как право это сделать. Парушек мы доставим. Зачем мы подпиливаем дай порошок, потому что от него самое большое расстояние, опустим максимально, что мы можем, а потом, если что, то уже будем подпиливать. Парушек мы берем наждачки, итак, мы достали порожек. По основному они сделаны из пластика, бывают они костяные, а кости лучше по звучанию. И так, как занизить высоту порожка. Для себя определить, сколько нам нужно занижать. Миллиметр с ним. И берем наждачку разной фракции, крупно-мелкой. И, нагубно, нагубно, по тихности, ее защищаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, оружие мы зачистили, теперь мы должны его обратно в том, что мы должны сделать это, чтобы сделать это, чтобы сделать это, чтобы сделать Вот таким образом, получается, наш порожек опустился. Ну что ж, порожек мы отточили, убрали 1,5-1,5 мм. И теперь мы натягиваем струны и проверяем, какое расстояние у нас на 12 мм. Напоминаю, что приблизительно 2-3 мм. Поехали! Конечно, в идеале лучше ставить ногу струны. Ну, сейчас уже не хватит. Закручивайте струны, следите за тем, чтобы витки шли вплотную. Итак, ребята, смотрите, для того, чтобы определить высоту, необходимую высоту струн, если у нас 12 лат, он защищается двумя точками. Видите? Вот это расстояние должно быть миллиметра 3-2 мм. Не сильно низко, чтобы при нажатии на струну струны не дребезжали. Вот в этих местах получается. Итак, смотрите, получается, я настроил. Здесь я опустил порожек. Вот. Итак, смотрите, здесь я опустил. Порожек заточил, поставил в сторону. И теперь смотрим здесь, какая высота у нас получилась. На глаз смотрю, но можно еще... Вот видите, расстояние еще есть, поэтому мы здесь вот, ну, может быть, полмиллиметра еще подпилим порожек, чтобы она еще опустилась и было комфортно нажимать. Тут, в этом деле, очень нужно быть осторожным, чтобы не перусердствовать и сильно не занизить струну. Поэтому сейчас будем здесь аккуратно подпиливать. И снова расслабляем струну сначала. И поднимаем струну и сбегаем ее в сторону. Итак, для того, чтобы подпилить порожек необходимые инструменты. Вот такие вот микро напильники разной толщины и диаметра, позволяющие более точно забрать под размер стороны и сделать аккуратную канавку. И так... 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 Теперь шестая струна уже готова Вот это состояние То есть нажатие должно быть легким Буквально палец опустили и уже струна зажата Проверяем И таким образом получаются все остальные струны Смотрим Пятая струна И я вижу, что здесь она опускает Давайте вам лучше покажу Вот видите, прям свободный ход есть Нужно добиться откинула таким образом, чтобы она была без миллиметра от порожка И тут уже стало побольше То есть изначально было вот так То есть видите, там миллиметра три было Сейчас мы уже опустили и просто нажимать пальцем уже струна звучит Что касаемо 12 лады Вот видите, изначально у нас было вот таким вот образом Прямо Вот так, что она была задана Теперь мы опустили ее Защитника ниже струны Итак, ребят, смотрите, я четыре струны уже сделал Шестую, пятую, четвертую, третью А с этой струны Порошка, ну, миллиметр Совсем немножко То есть остается нажать в струну И она уже будет играть А вторая струна И первую я еще не делал Поэтому смотрите, чтобы разницу почувствовать Вот так вот должно быть А это я еще не доделал То есть вот такой большой, холостой ход Будем Будем исправлять Ну что ж, ребят Гипера Готовы Кошки копильные Струны опущены На то расстояние, которое Можно было расстроить Итак, что осталось делать Это ее настроить Настроятся струны Следующим образом Первая струна Должна быть Моти-ми Вторая струна Моти-си Третья Соль Четвертая Ры Пятая Ля И шестая струна Моти-ми Моти-ми Струны Пользоваться Погляем Приложением Тюнера И Гитера Чтобы Сходить процесс И Усложать Себе Жизнь Наша задача Чтобы Шестая струна звучала В ноте Ми МИ Обозначается Буквой Е Наша задача Должна Должна Можем Стоит Наш Должна 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 Третья струна, нота Соль. Предупреждаю, если струны старые, ржавые, то есть вероятность того, что они могут порваться. Третья струна. Третья струна. Третья струна. Третья струна. Нотка соль, вторая струна нота си, вот только си. Си обозначается буквой Б, и первая струна нотка Ми, как и шестая струна, но струна получается шестая ниже, а первая выше. Вот, набились, да? Ну и поскольку мы расслабляли струны, предыдущие струны они будут немножко растянуты, поэтому проверяем предыдущие струны. Начинаем с шестой струны. Как вы заметили, они немножко опустились. Вот таким образом можно настроить гитару. Ну что ж, друзья, инструмент отремонтирован, доведен до ума, настроен и, что самое главное, на нем можно теперь ихать. Побледнешь листья окна, Зарастать прозрачной водой, у воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой, горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживет, наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. На этом урок по ремонту гитары я завершаю. Спасибо, что досмотрели до конца. И если нужна будет помощь, обращайтесь. Город Волгодонск, Антон Кирилл. Всем пока, ребята.